Хои Хао получил отменное кольцо в 400 тысяч лет. Учителям он его, конечно, не показал, а рассказал выдуманную историю. Кстати, лишь Ван Дун понял, что Хои Хао не говорит правду. Как же он объяснит свои кольца? Здесь очень пригодился новый навык Хои Хао – имитация. Сначала он превратился в Ван Дуна, и перед учителями стояло два абсолютно одинаковых Ван Дуна. Потом белое и фиолетовое кольцо на первом духе преобразили. Они мгновенно превратились в два кроваво-красных духовных кольца, которые испускали ужасающую ауру. Внезапно появившееся давление заставило даже учителя Фан Юя и Джо Уи подсознательно высвободить свои собственные духи, быстро ступив назад. Спустя минуту два красных духовных кольца Хои Хао снова изменились. На этот раз они стали сиять белым цветом, как десятилетние кольца. По сути, новый навык от тысячелетнего шелкопряда помог Хои Хао скрыть свои настоящие кольца. Это тысячелетний духовный навык – имитация. Используя свои духовные волны, он может изогнуть пространство и позволит ему подражать различным формам. Однако, дальность имитации не может превышать 3 метра в диаметре. Подражание даёт ещё одну особую способность – способность менять цвет духовных колец, как он захочет. По идее, Хои Хао может взять абсолютно любой цвет и продемонстрировать кольцо. Согласитесь, довольно полезный и интересный навык. Как раз в трейлере к следующей серии было показано, как Хои Ха высвободил два красных кольца и таким образом напугал всех противников. Как это случилось? Хои Хао и других его одноклассников ожидал экзамен. Тест на продвижение имел первостепенное значение для каждого ученика внешнего двора. Если они не смогут пройти его, им придётся собрать вещи и уйти домой. Даже основные ученики не были исключением. И одним из важных требований было иметь не менее двух колец. Этот экзамен был сражением в зоне звериных дуэлей. Всё просто – ученики должны сражаться со зверем, который они выберут, и набрать нужное количество очков. Когда учитель Джоуи всё объяснила, внезапно её прервала другая учительница – Мудзинь, та же, что ранее проиграла в пари. Дело было в Хои Хао, потому что он опоздал на один день и не зарегистрировался вовремя. Но Джоуи сказала, что Хои Хао – основной ученик отдела механики. Потом пришёл сам директор. Хои Хао стал ценным учеником отдела духовных инструментов. Как можно его выгонять? Пусть он и опоздал на один день. Арена звериных дуэлей представляла собой здание овальной формы. Её максимальный диаметр был около 190 метров. Когда Хои Хао, Ван Дун и Сяося вместе пришли к большой арене, они просто не могли поверить своим глазам. Независимо от их прошлого, здание перед ними, безусловно, было самым великолепным сооружением, которое они когда-либо видели. А ледяной шелкопряд научил Хои Хао, как победить и выиграть пари с Дайхо Абине. А спор был вот в чём. Проигравшая сторона, имеющая меньшее совокупное количество баллов, поклонится, стоя на коленях, перед другой и признает свою неправоту. Первым экзаменуемым, которого должен был оценивать директор Ду Вэй Лун, оказался именно Хои Хао. Он хотел увидеть, насколько выдающимся был этот ученик. Борьба с духовными зверями и борьба с другими студентами Академии – это две совершенно разные вещи. Например, духовные звери крайне враждебно относятся к людям. Они не проявят пощады во время сражения. Таким образом, это дало бы студентам ощущение нахождения на грани жизни и смерти. Хои Хао было всего 12 лет. Сможет ли он действительно в таких условиях показать всё, на что способен? Хои Хао на удивление выбрал всего лишь слабого столетнего зверя в противнике. Когда его выпустили, в этот момент тело Хои Хао внезапно преобразилось. Под изумлёнными взглядами окружающих людей, из-под его ног внезапно вспыхнули два кроваво-красных кольца света, оба четырьмя обледно-золотыми блестящими линиями на них. Когда они появились, даже глаза Хои Хао изменились на тёмно-красный. Казалось, что внезапно появилась ужасающая аура из древних времён. Все вокруг видели красный свет, распространяющийся из центра тела Хои Хао. В этот момент они обнаружили, что его маленькое тело было таким же пугающим, как у монстра древних времён. Увидев это, духовный зверь жалобно взвыв, после чего он просто упал на землю. Не только этот зверь испугался, но и обитающие в клетках духовные звери внутри Великой Рены запищали. Даже ученики-учителя сильно пострадали, словно они смотрели на ужасающего дикого зверя, которому не было равных. Под этой страшной аурой они неосознанно высвобождали своих боевых духов, сразу же принимая оборонительные стойки. Лица учителей побледнёли от испуга, когда они увидели этот силуэт в середине арены. Директор Ду Вай Лун сразу поднялся со своего места. Сияние восьми духовных колец исходило от его тела. Столкнувшись с аурой сто тысячелетнего духовного зверя, он не стал исключением из толпы, он немедленно высвободил своего боевого духа. Будет интересно увидеть реакцию всех учителей и учеников на два красных кольца Хуи Хао. Это была имитация, но мы знаем, что у Хуи Хао и правда есть красное 400-тысячелетнее кольцо. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему отреагируют все на кольца Хуи Хао. Подписывайтесь на канал и всем пока. Продолжение следует...